Вечерний эфир 4 канала продолжает программа 7 дней прибужья. Меня зовут Екатерина Нечишина. Я приветствую жителей Брестского района, а также всех, кому интересна жизнь нашего приграничного края. И вот о чем сегодня в выпуске. Знать, чтобы помнить, Брестский район принял викторину среди школ мира региона. В прибужье выявили лучшего в районе по предмету обслуживающий труд. Районный этап школьной олимпиады прошел в Страдичи. 230 пионеров и октябрят Брестского района приняли участие в районном этапе фестиваля конкурса «Огонек» приглашает друзей. Открытие сезона. Команда КВН «Харитоновцы» из агрогородка Клейники готовится покорить столичную сцену. А теперь обо всем подробнее. В год мира и созидания учащиеся учреждения образования с почетным статусом «Школа мира» собрались в Брестском районе на интеллектуальный турнир. Электорина «Знать, чтобы помнить», проверила юных миротворцев из восьми школ региона на знание истории Великой Отечественной войны и пути становления Советского и Белорусского фонда мира. Среди участников и единственная в прибужье «Школа мира» из агрогородка Домачево. Проект «Школа мира» охватывает все больше учреждений образования по всей стране. Для того, чтобы получить особый статус, школа должна иметь высокие показатели воспеваемости, активной общественной жизни, способствовать продвижению идей мира и созидания. Особое внимание юных миротворцев знанием истории родного края, а также пути становления Белорусского фонда мира. Мы все понимаем сегодня, что для того, чтобы мы помнили, мы должны знать, что мы должны помнить. Поэтому мы уделяем особое внимание изучению истории, изучению прошлого нашей страны, мировой истории, какое место мы занимали в этой истории в разные периоды времени. Представители восьми учреждений образования из Брестского региона сразились в интеллектуальных баталиях за звание самых эрудированных. Среди участников – Астромическая средняя школа, которая одной из первых получила почетный статус «Школа мира» в 2019 году. Статус «Школы мира» накладывает большой отпечаток. Школа заняла первое место в области по разным показателям. Она дала дорогу жизни и инженерам, и врачам, и военным. То есть ведется большая работа по военно-патриотическому воспитанию. Учиться в «Школе мира» мне нравится, потому что ты приходишь в школу, ты видишь, как там все красиво, много инсталляций, посвященных победе, предков, тому, что это «Школа мира». Помнить о нашем прошлом важно, потому что без прошлого, ну, знаменитая фраза «без прошлого нет будущего». И она говорит о многом, о том, что надо помнить прошлое, потому что, чтобы не совершать ошибки. В Брестском районе статус «Школы мира» есть лишь у Домачевской средней школы. Такой статус она получила не случайно. Ее учащиеся – настоящие миротворцы, которые с честью берегут память о зверски убитых фашистами в 1942 году в воспитанниках Домачевского детского дома. Помнят о трагедии прошлого, чтобы делать мирным настоящее. «После присвоения нам статуса «Школы мира» мы должны понимать то, что мы делаем, мы должны сохранять мир на нашей малой родине. Поэтому такое мероприятие очень важно, чтобы помнить важные моменты нашей истории, которые многие люди могут забыть. И мы несем ответственность, чтобы напоминать людям о этих моментах нашей истории. «Ребятам из этой школы близко трагедии тех лет. И они понимают ту боль и те тяготы, которые приносит война. И естественно, что они прикладывать будут все усилия для сохранения мира. И будут проводить мероприятия для популяризации работы Фонда мира, которая направлена на сохранение мира и мирного неба над головой Беларуси». Всего на территории Брестской области статус «Школа мира» есть у 17 учреждений образования. Совсем скоро их ряды пополнят еще три школы в Барановичах и одна в Барановичском районе. Екатерина Косынюк, Станислав Ленник, 7 дней прибужья. Весенние каникулы – не только время активного отдыха детей, но и ответственный период для тех учащихся, кто участвует в олимпиадном движении. В прибужье на этой неделе выявили лучшего в районе по предмету «Обслуживающий труд». Районный этап Олимпиады состоялся на базе средней школы деревни «Страдич». Приготовить еду, обработать текстиль, шить, вышивать – все это должна уметь каждая девочка. И учит этому не только мамы. Обслуживающий труд – один из важных предметов школьной программы. Ну а тот, кто добился в нем особых успехов, может посоревноваться в теории и практике в рамках Олимпиады и не только среди учащихся своей школы, но и среди лучших районных активистов. Особенность нашей Олимпиады в том, что здесь не только теоретические знания показывают дети, они показывают то, что они умеют делать руками. То есть наш предмет, трудовое обучение, он особенный, потому что девочки работают, шьют на машине, шьют руками, вышивают, конструируют, делают красоту, создают красоту. Олимпиада по обслуживающему труду проходит среди учениц седьмых-восьмых классов и проводится в два этапа. Школьниц проверяют на знания и теории, а затем каждой дается одно общее задание практического характера. В этот раз девочки разрабатывали футляры для очков. Каждая из учениц находится в равных условиях. Материал, оборудование и задания абсолютно одинаковы. Конечные результаты набранной суммы баллов зависят только от самих участниц. Некоторые из них в Олимпиаде участвуют не первый год. Лилия Василюк из Традической средней школы конкуренции уже не боится. Хочу сравнить свои знания с другими участницами Олимпиад и хочу повысить этот уровень. Эта Олимпиада очень интересна для меня. Я хочу свои знания проверить. И готовилась я с учительницей моей. Абсолютно все участницы перед Олимпиадой прошли серьезную подготовку вместе с преподавателями и теперь показывают свои силы. Я первый раз участвую в Олимпиаде. Я очень готовилась. У меня был замечательный учитель, который меня готовил. Любовь Митриевна. Мы с ней вместе разбирали, как сшить косую бейку. Мы разбирали с ней вопросы, задания. В любом предмете, наверное, в любом, какой есть школе, русский язык, белорусский, в том числе и трудовое, учение своей проблемой, своей трудности. Во-первых, мы не даем на дом домашние задания. Нужно участвовать в Олимпиаде, нужно знать теорию, нужно ее закрепить. Нужно привить практический навык, то есть теория, чтобы она работала на практике. Те школьницы, которые в Олимпиаде выйдут победителями, смогут представлять район уже на следующем областном этапе Республиканской Олимпиады. Екатерина Косынюк, Станислав Линник, 7 дней Прибужья. Рысенок Огонек. Талисман пионерской организации объединил 230 пионеров и октябрят Прибужья. В рамках районного этапа третьего республиканского фестиваля конкурса «Огонек приглашает друзей», который состоялся в районном Доме культуры. С подробностями Наталья Луговкина. Море положительных эмоций, аплодисменты и зрительский восторг вызывало каждое выступление команд-участниц фестиваля конкурса «Огонек приглашает друзей». Казалось, на сцене районного Дома культуры собрались не соперники, а добрые друзья. В теплой дружественной атмосфере праздника мальчишки и девчонки из всех уголков Брестского района продемонстрировали свои таланты в двух номинациях – флаг-шоу и конкурсе команд поддержки «Пионерские искры». Конечно, как и любой конкурс, предполагает выявление победителей. Но я думаю, самое главное для детей – это обмен опытом, возможность самореализоваться в творчестве, ну и, конечно, почувствовать себя частью единой большой пионерской организации. К слову, в Брестском районе 70% учащихся в возрасте от 7 до 14 лет являются членами пионерской организации. В каждой из 17 школ созданы пионерские дружины, носящие имена героев. Стоит отметить активность юных пионеров. Им интересно показать себя в разных направлениях своей жизнедеятельности, в том числе и в школе. Когда идет пионер по школе с пионерским галстуком, все на него, конечно, обращают внимание, потому что он отличается уже от других детей. И если он показывает правильный пример, показывает пример того, как он занимается делами правильными, как он помогает кому-то, на волонтерских акциях участвует, конечно, другим ребятам хочется быть на него похожим и тоже вливаться в это движение. Еще одним положительным моментом и требованием конкурсной программы стало участие смешанных команд. Взаимодействие старших ребят с малышами дает свои плоды. Чтобы они хорошо выступили, поставили им небольшой танец, чтобы они могли его хорошо разработать. Потом мы более старшие подключились в количестве четырех человек. У нас тоже была подготовлена уже небольшой отрывок своего танца. И так вышло, что у нас получилось их совместить и вышел хороший номер. Решили поучаствовать в конкурсе, потому что самый лучший класс. Что подготовили? Танец под песню «Сердце Беларуси». Конкурсные номера всех команд участниц отличались индивидуальностью и творческим подходом, оставляя яркие эмоции как у зрителей, так и у самих участников. Мы очень часто представляем свою школу и участвуем в различных конкурсах. Мне это очень нравится, это всегда волнительно, захватывающе, и эти мероприятия всегда очень интересны. В любом конкурсе есть победители. Лучшими в двух номинациях стали пионерские дружины средней школы деревни Клейники имени Харитончика и средней школы деревни Чернавчицы имени Загороднего. Наталья Луговкина, Тигран Акопян, 7 дней прибужья. Победители областной школьной леги и открытия сезона. Команда КВН «Харитоновцы» из агрогородка Клейники уже покоряют и столичную сцену. В чем секрет успеха коллектива, которому всего несколько месяцев. На репетицию команде заглянули и наши корреспонденты. Зажигательный выход харитонцев на сцену – это маленький праздник. Как для самих участников, так и для зрителей. Говорят, уже появились свои болельщики. Самая важная группа поддержки – это родители, которые помогают своим чадам добиться успеха в любимом деле. С самого начала мы не знали, что можно было представить из одежды. Мы хотели сделать так, чтобы выглядело очень красиво, эстетично, чтобы было все великолепно. Моя мама работает швеей, и она подумала так, чтобы выглядело красиво, и решила, что подойдет очень отлично. По школьному гусиная лапка. Свой успешный дебют в областной школьной лиге очаровательные участницы объясняют не просто красивой формы. Я думаю, что также жюри покорила наша собранность, учитывая то, как на прогоне мы все разволновались, учитывая большую сцену и, так скажем, новые ощущения. Я считаю, что жюри выбрало нас из-за нашей собранности, решительности и борьбы. Каждый из участников внес особый, большой и очень значительный вклад. Тут вот нельзя не отметить каждого, все аж помогали, так приятно. Обстановка у нас вполне дружеская, ссор таких глобальных у нас не было. Всегда как-то думаем, так, забыли ситуацию, и все, и дальше работаем. Работа действительно продолжилась. Очень интересно наблюдать за зарождением новых шуток и миниатюр со стороны. Мы хоть и не обращались с жалобой, но ответ от этого серьезного и солидного молодого человека все-таки получили. Пускай и в устной форме. Капитан команды Алексей – один из центральных персонажей миниатюр. Ну, я очень люблю играть на сцене. Мне нравится смеяться, веселиться. И я решил себя попробовать в чем-то новеньком. Какие функции возлагаются на капитана команды КВ? Ну, это надо всех собрать, всеми руководить, если что-то не так сказать. Иногда приходится быть таким жестким, прямо ответственным. Своего авторитетного капитана команда уважает, а всех их объединяет любовь к юмору и игре. Я просто умею выступать на сцене и умею исправлять свои ошибки. А вот КВНчик какой должен быть? Хороший. Всегда, чтобы придумал шутки и поддерживал дух команды. А в каком настроении надо ходить на сцену? В гордом настроении. Что самое главное для КВНчика? Чувство юмора хорошее, настроение. Ну, это самое главное. Педагоги школы подчеркивают, что КВН – это не просто развлечение. Это одновременно и очень смешно, и очень серьезно. Такой досуг и такая форма самовыражения имеет большое социальное и интеллектуальное значение для молодых людей. КВН – это интерактивная форма коллективного творчества. В такого рода мероприятиях ученики раскрываются совершенно с другой стороны. Многие дети открывают в себе творческие таланты, способности, возможности, которые порой очень сложно открыть и увидеть на уроках в учебном процессе. Также добавила Ольга Дихомирова, пожалуй, одним из основных – качество команды и секретом ее успеха является единство и сплощенность. Именно осознание того, что каждый из участников – это часть большого, целого и дает возможность двигаться вперед команде. А у харитонцев это получается командно, смешно и душевно. Вероника Яковец, Юрий Печерки, Грана Копян, 7 дней прибужья. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам воскресного вечера и плодотворной рабочей недели. Увидимся ровно через неделю в программе «Семь дней прибужья».